Продолжаем движение. 437-я серия. В этой серии остановлюсь возле оккультного места, называется Спирщиле. Будет несколько вставок. Вот это во второй колодине видео. Информацию об этом месте можно найти в интернете Спирщиле. Ну а я поделюсь своим личным впечатлением. Наверное, я по другой дороге сейчас уехал. Вроде бы уже должен был... Здесь было место, где я останавливался на ночевке. Здесь была открытая равнинная местность. Продолжение следует... Продолжение следует... Урожай Собравим вся красивая картинка на холмах Я не знаю, это холмы или горы Но красиво Я не знаю, это холмы или горы Это горы, холмы имеют песчаный, по-моему, основание или сердце гима И тут скалы Очень древние телятки Ну, что в лощине домики? Ну, это понятно, от свет, от ветра, от снега Там теперь одноэтажные домики Примерно относительные Десятникова Шестьдесят 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 Прямо дороги. Скоро на дорогу домик. Над дорогой домик нависнет. Люди живут. Им нравится. И какие красивые скамейки. Магазин низких цен. Навигатор Яндекс показывает скорость 60. Это неверно. Дорожные знаки стоят. Ограничение 50. И то будет заблуждение. Яндекс навигатор. Прочно исправляй свои ошибки. Ограничение 50. Ограничение 50. Ограничение 50. Город закончился, город Бесятникова. Город закончился, город Бесятникова. Город закончился, город Бесятникова. Город. 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 не смеет, не смеет Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Древние горы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Присмотреться немного воображения и фантазии, там столько интересного можно увидеть. Гора Спящий Лев, с левой стороны походу, если присмотреться внимательно и имея воображение, можно увидеть на самом деле Голубу Льва. Но я там увидел лицо старого человека. Очень много автомобилей останавливается, люди поднимаются наверх. Но это культовое место, по возможности я всегда стараюсь остановиться, посмотреть, отдать свою дань уважения и внимания этим местам. Вот так и в этом случае Спящий Лев. Вот я выхожу из автомобиля. Сначала короткое видео на видеорегистратор датакам этого места. Видно там щиты стоят, на которых написано. Информация об этом месте. Должен сказать, что вот щиты там, на них все написано. Видите, наверх ведет деревянная лестница. Я поднимался. На подъеме есть два участка. Две площадки, где можно сесть, отдохнуть, попить воды, покушать, если что. И продолжить движение, подъем дальше. Примерно 150 ступенек. Ну это я снимаю на другой видеорегистратор. Вот этот скала Спящий Лев, гора, вот с левой стороны коходу. Я, например, повторю, увидел там лицо старого человека. Кстати, река Селинга. На верхотуре, на самом верху, ну описывать красоту это бесполезно словами. Но Селинга от края и до края. Справа, далеко на горизонте, далеко видно Улан-Удэ, город. Ну вот я, это уже третий видеорегистратор, остановился. И пошел подниматься наверх. Оставил несколько монеток. Вот такая традиция. Тут, это какое-то место, а тут нет сверкающей помпезной мишуры. Все гораздо проще, все гораздо естественнее. И этим как-то к себе располагает. На самом деле ощущаешь какую-то свободу дыхания, что ли. Трудно передать вот эту энергетику. Но она, я всегда ее ощущаю вот в таких культовых местах. Поднимался наверх, считал ступеньки, потом сбился, по-моему, около 150 ступенек. Повторю, что там есть на подъеме две площадки, скамейки, столики, чтобы люди могли сесть, передохнуть. Но я поднялся вверх без передыха. Наверху очень много пирамидок из камней. Очень много ленточек люди повязывают. Вот я поднимаюсь по ступенькам, а уже спускаюсь. Все замечательно, но одно мне не понравилось, очень не понравилось. Вот эти вандалы, краской, все что можно исписать, все исписали. Это и вызывает у меня резко отрицательную реакцию. Вот здесь, я думаю, в таких местах тоже нужно ставить видеокамеры, как, например, у Стеллы Владивосток Москва. Там нет вот этих вандальных надписей всего этого, потому что находится под наблюдением видеокамеры. Там метрах в 200-300 метрах от Стеллы Владивосток Москва пост ДПС. Они это все, видать, отслеживают. Очень печально, что вот эти вот, я не хочу их даже называть, которые оставляют после себя вот такую гадость. Фотографии наверху, вот на этой горе, можете тоже найти в интернете. Посмотреть, насколько все красиво, насколько все от душе приятно. Ну вот, возвращаюсь и продолжу сейчас движение в сторону Улан-Удэ. Потрясающе! 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 Отлично! Потрясающе! Продолжение следует... 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 а второй раз Так, ну видео почти оправлено. Пусть Валентин посмотрит и другим покажет. Все, трогаем все, я думаю. Сделаю вставку при видео. Почти все останавливаются. Ну, по крайней мере, очень многие останавливаются. И вы будете в этих местах обязательно. Запишите координаты, забейте навигатор. Поднимитесь наверх. Я насчитал 148 ступенек. Вашему взору такие виды откроются, что на самом деле сказать, что сказочные, это ничего не сказать. И Селинга и мост через реку. За мостом начинается уже Улан-Удэ. Так, ребята, извините, я гнать не буду. Я снимаю видео. Хочешь обгоняй. Не хочешь, не оправяй. Не хочешь, не оправяй. Ну, это святое, святое место для рулетов. Ну, и вообще, кто с уважением относится к вере других людей. Просто невероятно красиво. Величественно. Ничего приносного, искусственного. Естественные скалы. Ну, я предпочитаю называть это не камнями, а кристаллами. Это кристаллы памяти. Опускаю второплыгу. Пустя он спешит, а я поеду помедленнее. Вот перед мостом, я говорю, такие. Это древние, очень древние горы. Они уже вот разрушаются, покрываются какой-то растительностью. Сколько им лет? Не знаю. Я думаю, миллиарды. Аккула. Ну, я просто говорила. Томог aquesta подгиболом Foroutine